Герой нашей программы Талантов и интересов и в то же время тяжелой, подчас трагической судьбы. Он родился в селе, в семье крепостного в Центральной Украине. Но в нем приняли участие члены императорской семьи, выдающиеся деятели культуры России и Украины того времени. И сегодня его литературные произведения переведены почти на все языки мира. И в то же время наш герой является одним из величайших мастеров украинского изобразительного искусства. Тарас Шевченко, выдающийся украинский поэт про зайку. Художник, общественный деятель, герой нашей программы. В ком нет любви к стране родной, Те сердцем нищие коллеги. Тарас Шевченко В 1814 году в Черкасской области в семье крепостного крестьянина-хлебороба Григорий Ивановича Шевченко родился сын Тарас. У мальчика было два брата и четыре сестры. Отец был вынужден чумаковать и возил панскую пшеницу в Одессу, Киев и другие города. Когда Тарас подрос, отец начал брать его с собой. Мама Екатерина умерла, когда мальчику исполнилось девять лет. Чтобы облегчить жизнь, отец почти сразу повторно женился. У мачехи трое своих детей. Жили шумно, родители часто бронились. Кто видел хоть издали мачеху и так называемых сведенных детей, тот, значит, видел ад в самом его отвратительном торжестве. Тарас Шевченко Когда Тарасу было двенадцать лет, умирает его отец. Мальчик рано осиротел. С восьмилетнего возраста Тарас уже работает, служит местному учителю дьячку. Служит и учится грамоте, начинает рисовать. Село Кирилловка, где проходило детство маленького Тараса, принадлежало помещикам-энгельгардам. И пастухом, и батраком успел поработать мальчик до четырнадцати лет. Два дня на барина – обязательная норма работы для детей крепостных. Тяжко, важко в свете жити, сироти без роду. Нема куди прихилитися, хоть сгорыть та в воду. Тарас Шевченко С четырнадцати лет он попадает в барский дом, в число прислуги помещика Павла Энгельгарта. Сначала в роли поваренка, затем казачка. Позже вместе с вереницей пана переезжает в город Вильна, Вильнюс, где тайно перерисовывает картины. Заметив у Тараса страсть к живописи, помещик решает сделать его придворным художником. Он отдает своего крепостного в обучение преподавателю Виленского университета портретисту Яну Рустему. А через полтора года помещик переезжает в Санкт-Петербург, где продолжается обучение Тараса в артели художника-декоратора Василия Ширяева. Вместе с ним Шевченко принимает участие в росписи Большого театра, как подмастерье рисовальщик. Летние ночи в Петербурге я почти всегда проводил на улице или где-нибудь на островах, но чаще всего на академической набережной. Тарас Шевченко. В Санкт-Петербурге в период четырехлетнего обучения у Ширяева Тарас мог срисовывать статую в Летнем саду и посещать Эрмитаж. Однажды Шевченко, копируя на холсте очередную скульптуру, знакомится со своим земляком Иваном Сашенко, который, обладая определенными связями, представил Тараса конференц-секретарю и профессору Академии художеств Григоровичу, художника Менецианову и Брюлову, поэту Василию Жуковскому. Симпатия к юноше и признание одаренности крепостного художника со стороны выдающихся деятелей русской культуры сыграли решающую роль в его освобождении из крепостничества. Далеко не сразу удалось уговорить Энгельгарда отпустить Тараса. Личное ходатайство прославленного академика живописи Карла Брюлова только утвердило помещика в его желании не упустить своей выгоды. Начались переговоры о цене выкупа. Сговорившись предварительно с моим помещиком, Жуковский просил Брюлова написать с него портрет с целью разыграть его в частной лотерее. Великий Брюллов тотчас согласился, и портрет у него был готов. Жуковский с помощью графа Виельгорского устроил лотерею в 2500 рублей, и этой ценой была куплена «Моя свобода» 22 апреля 1838 года. Тарас Шевченко из автобиографии. Стоит добавить, что портрет предназначался для императорской фамилии, а лотерея проводилась в семействе царя Николая I. В знак особого уважения и глубокой признательности к Жуковскому Шевченко посвятил ему одно из наиболее крупных своих произведений – Катерина. Тот портрет Жуковского, который помог вырваться из крепостной кабалы, вы знаете, существует, по крайней мере, я не буду говорить, что это абсолютная правда, но предположение многих специалистов, что этот портрет был даже не Брюловым, не рисован, написан. Что этот портрет уже был написан, Брюлов был очень просто занят вот этим уже гениальным парнем, который стал учеником Академии. И вот чтобы он им стал, нужна была свобода, нельзя было крепостным учиться в Академии. И он написал портрет Жуковского, прекрасный портрет, хорошо был продан, получил долгожданную свободу. Самому теперь не верится. Я из грязного чердака, я, ничтожный заморашка, на крыльях перелетел в волшебные залы Академии художеств. Тарас Шевченко В 24 года Тарас получает свободу и начинает учиться в Императорской Академии художеств под руководством Карла Брюлова, пользуется его богатой библиотекой. Живу, учусь, никому не кланяюсь и ничего не боюсь, кроме Бога. Великое счастье быть вольным человеком. Делаешь, что хочешь, никто тебя не остановит. В Академии художеств Шевченко знакомится с историей своей родины, лучшими произведениями Пушкина, Лермонтова, Гоголя, читает произведения украинских писателей Кадляревского, Квитки Основьяненко и других. Знакомится с выдающимися произведениями западноевропейской литературы, даже изучает французский язык. В этот период в полной мере проявляется талант Шевченко-поэта. Первая половина 40-х годов XIX века, пожалуй, лучшие годы в жизни Тараса Григорьевича. В Санкт-Петербурге в 1840 году вышло в свет собрание сочинений Шевченко «Кабзарь», небольшой сборник его стихотворений. А в 1842 году увидели свет Гайда Маки, самое крупное его поэтическое произведение. Непростой проблемой стал поиск денег на издание его первого «Кабзаря». Деньги были необходимы не только на тираж, но и на разрешение во многих столичных инстанциях, получение которых сопровождалось подношениями многочисленным чиновникам. Здесь большую роль сыграл Евгений Павлович Гребенка, который чувствовал себя как рыба в воде в Петербурге. Он организовал предварительную подписку среди русскоязычных любителей литературы в столице Российской империи. И, похоже, именно эти деньги позволили книге увидеть свет. Поэзия Шевченко вобрала в себя живительные соки украинского фольклора, силу, богатство и выразительность украинского языка. Леонид Новиченко В мае 1843 года Тарас Шевченко выезжает в Украину. Он наведывается в села и города, общается с народом, пишет ряд этюдов и набросков, записывает народные песни и предания, работают художником. Во время поездки видит тяжелое положение закрепощенного крестьянства, пишет антикрепостнические стихи, заносит их в альбом, читает знакомым. В этот же период знакомится в Киеве с Николаем Костомаровым и становится членом Кирилла Мефодиевского братства. Кирилла Мефодиевского братства сложилось в 1846 году в Киеве. Основатели Николай Костомаров и Василий Белозерский. В составе общества образовались две группы – буржуазно-либеральная, представители которой считали, что изменения должны происходить путем мирной пропаганды и просвещения народа. Представляли это направление Кулиш, Костомаров и другие. И революционно-демократическая группа, которой принадлежал Шевченко. Он и его единомышленники стояли за уничтожение царизма, помещиков и крепостного гнета революционным путем. В основных документах общества говорилось о необходимости уничтожения крепостничества, распространении грамотности среди славян, уничтожении религиозной вражды. В документах о государственном устройстве выдвигалась идея о построении общества на основах христианской морали. О необходимости объединения славян в единую славянскую федерацию, в которой каждый славянский народ должен иметь свою республику и пользоваться широкой автономией. Во главе должен находиться славянский собор. В своем творчестве и в своих стихах Шевченко выступает как революционный демократ, яркий враг самодержавия и крепостничества, призывает к расправе с царем. Я по плоти и духу, сын и родной брат нашего горемычного народа, Тарас Шевченко. Он поэт совершенно народный. Он вышел из народа, жил с народом и не только мыслью, но и обстоятельствами жизни был с ним крепко и кровно связан. Николай Добролюбов. Кирилло-Мефодиевское общество «Братство» просуществовало 14 месяцев. По доносу провокатора, деятельность «Братство» была разоблачена, а члены арестованы. Следствие в Петербурге длилось три месяца. Дело, представленное Николаю Первому, называлось делом украинско-славянского общества. Самый тяжелый приковор получил Тарас Шевченко. Он был отдан солдаты и отправлен в Оренбургские степи со строгим запретом писать и рисовать. Столь суровое, в отличие от остальных участников «Братство» наказание, имеет и личные причины. Вспомним, именно царская семья участвовала в выкупе Тараса Григорьевича. Кроме того, Николай Первый не мог простить Шевченко обидную эпиграмму на императрицу. Я теперь, как падающий в бездну, готов за все ухватиться. Ужасная безнадежность. Так ужасно, что одна только христианская философия и может бороться с ней. Шевченко пишет Жуковскому письмо с просьбой о ходатайстве ему только одной милости – право рисовать. За него хлопотали и граф Гудович, и граф Толстой, вице-президент Академии художеств, но помочь ему оказалось невозможным. Хотя первые три года пребывания в смердячей казарме были очень тягостны, затем пошли разные облегчения. Вот Иван Сергеевич Тургенев в воспоминаниях о Шевченко приводит такой факт из ссылочной жизни Тараса, рассказанный им самим. Какой-то чересчур исполнительный генерал, узнав, что Шевченко, несмотря на это запрещение, написал два-три эскиза, почел задолг донести об этом начальнику Оренбургского края Перровскому. Но тот, грозно взглянув на усердного доносителя, значительным тоном промоквил. «Генерал, я на это ухо глух. Потрудитесь повторить мне с другой стороны то, что вы сказали». Генерал понял, в чем дело, и, перейдя к другому уху Перровского, сказал ему нечто, вовсе не касавшееся Шевченко. В неволе тяжко, хотя и воли сказать по правде не было. Из 47 лет жизни 13 лет только свободных было. И вот эта ссылка Шевченко, когда он был в расцвете творческих сил, ужасна была тем, что у него отняли его жизнь, его судьбу творческую. Ему запретили писать и рисовать. И для него это было очень страшно. Он и в письмах своим друзьям все время говорил о том, что это ужасно – видеть красоту. А он очень к ней чуток. И невозможность ее изобразить. Конечно, нарушал подчас эти правила, за что опять получал взыскание. Но те работы, которые появились во время его путешествия по морю Аральскому, боже мой, они потрясают. Все время стоит картинка вот этого пожара в степи, когда казахи подожгли там степь. Смотришь, это зарево такое, передать стихию. Уровень Тернера – удивительные вещи. Шевченко все время выдерживает сравнение с самыми великими художниками. Десятилетняя ссылка закончилась в 1857 году. Благодаря ходатайству вице-президента Академии художества, графа Толстого и его супруги. Шевченко 43 года. И жить ему остается еще 4 года. Не весело на свете жить, коли нема кого любить. Тарас Шевченко. Личная семейная жизнь поэта не сложилась. В действительности, будучи эмоциональной и чувствительной натурой, Шевченко влюблялся часто. И часто разочаровывался в любви и своих избранницах. Считается, что первым увлечением Тараса была Оксана Коваленко. Подростковая влюбленность не переросла в настоящее чувство. Тарас, крепостной казачок, уехал с паном. Но об этом увлечении упоминается в нескольких поэтических произведениях Шевченко. А поэма «Марьяна Черевнытья» посвящена Оксане. На память того, что давно мынуло. Особо хочется рассказать о женщине, которая испытывала к Тарасу Григорьевичу сильные чувства, но без взаимности. В 1843 году, путешествуя по Украине как поэт и художник, Шевченко знакомится с княжной Варварой Николаевной Репниной. Женщиной умной, тонкой и доброй. Поскольку любовь не была взаимной, то княжна решила, что ей Богом предназначено стать ангелом-хранителем поэта. Она состояла в переписке с Шевченко, поддерживала в период ссылки. Шевченко посвятил Варваре Николаевне поэму «Тризна», а в одном из писем к ней признался. «О добрый ангел мой, молюсь и плачу пред тобой, Ты утвердила во мне веру в существование святых на земле». Тарас Шевченко В свою очередь Репнина таким видела своего друга. Он был поэт, он стихами своими побеждал всех, Он настраивал души на высокий диапазон своей восторженной лири, Он увлекал за собой старых и молодых, холодных и пылких. Он одарен был больше, чем талантом, ему был дан гений. Варвара Репнина Пожалуй, это была единственная из близких к Шевченко женщин, Которая сумела оценить его талант. Портрет Репниной работы Шевченко остался на память О прекрасной и достойной женщине, судьбе поэта. Шевченко – великий сострадатель. Вот поэтому женских образов у него много. Женщина всегда подвергалась двойному гнету и семье, и социальных условий. И он всегда такой сострадатель, вот он эту женскую душу, как понимал, как тонко изображал ее. Нельзя не сказать о том, что будучи дочерью генерал-губернатора Малороссии, князя Николая Репнина-Волконского, Варвара Николаевна любила Одессу и бывала в нашем городе. Даже жила в одесском поместье семьи, которое раньше находилось здесь. Большой дом и красивый сад на улице Садовой 6, к сожалению, не сохранились. Теперь на их месте главпочтамт. А вот Тарас Григорьевич Шевченко только мечтал побывать в Одессе. В городе, который по его представлениям отличался свободой и независимостью. И все-таки у Одессы и творчество Тараса Шевченко есть общее. В Одессе при жизни Шевченко были состаны иллюстрации, первые иллюстрации Кобзарю. Полная иллюстрация Кобзаря. Не один титульный лист, как это было в издании 1840 года. Шевченко видел эти иллюстрации, то есть он их видел, он внес даже туда некоторые поправки. Но, к сожалению, это издание до сих пор осталось в виде архивных документов. А другое событие, это уже возвращает нас в начало 20 века. В 1921 году мы можем сказать, что, скорее всего, первый музей Шевченко в мире был создан именно у нас в Одессе. Но это требует еще дополнительных изысканий. И существовал он недолго, всего лишь полугода, по адресу Садовая 4. Сегодня для всех желающих прикоснуться к художественному творчеству Тараса Шевченко в коллекции Одесского художественного музея шесть работ художника. Это графические работы Афорты. Одна из них датируется 1844 годом из цикла «Живописная Украина». Самая читаемая украинская книга в мире – «Кабзарь». Это издание из моей домашней библиотеки. В 1952 году книга вышла стотысячным тиражом. Кстати, при жизни автора «Кабзарь» издавался четыре раза. За год до кончины Шевченко на средства сахарзаводчика и мецената Платона Семиренко, который выделил 1100 рублей, вышло третье издание, значительно полнее предыдущих. И последним из прижизненных был «Кабзарь» в переводе русских поэтов. Сегодня это культовое произведение национальной литературы, переведенное более чем на 100 языков народов мира, и ответить на вопрос, сколько же изданий пережила книга, невозможно. Во время поездки, как потом оказалось в последней поездке на родину, у Тараса Григорьевича возникла мысль купить себе усадьбу над Днепром. Было выбрано красивое место под Каневым, на Монашей горе. Он усиленно хлопотал о приобретении, но поселиться тут ему не пришлось. По доносу о том, что академик Шевченко, он тогда уже получил это звание, агитировал народ против властей, его выслали с Украины уже навсегда. Широкоплечий, приземистый, коренастый Шевченко являл весь облик казака с заметными следами солдатской выправки. Небольшие серые глаза, взгляд которых большей части угрюмый и недоверчивый, изредка принимал выражение ласковое, почти нежное, сопровождаемое хорошей, доброй улыбкой. С высокой бараньей шапкой на голове Шевченко глядел истым малоросом. Вот такими чертами запечатлелась у меня в памяти эта замечательная личность – Иван Тургенев. В последние годы жизни, отвлекаемые многочисленными литературными и художественными знакомствами, Шевченко мало писал и мало рисовал. Начало 1861 года поэт встретил тяжело больным – расстройство печени, сердца, водянку, но поэт до конца надеялся на излечение. В своих письмах на Украину троюродному брату Варфоломею он писал, что дождется весны, приедет на Украину и там обязательно выздоровеет. Перед смертью как будто наступило облегчение. 9 марта ему исполнилось 47 лет, а рано утром 10 марта 1861 года Тарас Шевченко встал с кровати, попросил, чтобы ему помогли одеться и сойти в мастерскую. Он стал спускаться по лестнице и упал. Слуга, закрепленный за академиком Императорской академией художеств, услышал его последнюю волю – до Канева, и сердце поэта остановилось. И все то те вся краяна повида красою, зеленее вмиваються дрібною росою. Спокон веку вмиваються, сонце зустрічаю, и нема тому причину, и краю нема. Субтитры создавал DimaTorzok